Судья Колев признал, что он прямо или косвенно заинтересован в разрешении данного дела. И я вам представил документы, там есть не только мой отвод судьи, но и есть отвод господина Колева. Заявление о самоотводе есть, и он ссылается на пункт Е, часть 1 статьи 50 ГПК Гражданского процессуального кодекса Республики Молдовы, который гласит просто. Он лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении соответствующего дела. То есть судья признал в судебном процессе, потому что я уличил судью в том, что он, являясь судьей в другом гражданском деле, и взял оттуда некоторые документы, и каким-то непонятным образом они оказались у истцов Короляк и Радова, которые по странным обстоятельствам в процессе рассмотрения дела заявили, что они не знают о происхождении данного документа. То есть истцы подали в судебную инстанцию иск, представили перечень документов, доказывающие то, что они изложили в исковом заявлении, и впоследствии отказались от этих материалов, представленных в исковом заявлении. Более того, вызвало сомнение, что данный документ вообще присутствует, и есть у них, он есть в руках в оригинале, либо заверенный нотариально, потому что в процессе я заявлял, каждый процесс, который у нас прошел, у нас 4 процесса прошло, я заявлял, представьте мне оригинал документа, либо копию заверенного нотариально. До сегодняшнего дня никто не представил этот документ. Копию такого документа судья соизволил в процессе, вытащив с другого гражданского дела, не проверив, данный документ на сегодняшний день имеет юридическую силу или нет. И в процессе ему было представлено документы, что данный документ не имеет юридической силы на сегодняшний день, а соответственно ссылаться на этот документ при принятии своего определения о приостановлении решения наблюдательного совета судья не имел права. Он не имел права из дела вырывать документ и дать другой стороне, то есть ИСЦУ, тем самым судья принял позицию одной стороны в судебном процессе. Более того, выявилось, что лица, которые подавались, не знают о происхождении документа. А основанием для принятия определения явилось именно этот документ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова